Вечер добрый. Слушаете вы свое радио. Я рассчитываю на то, что в постоянном режиме. Радио это хорошее, чушь не слушать. Ну и должны помнить и знать, что программы «Живые» с понедельника по пятницу с 8 до 10, 2 часа вечером мы беседы беседуем и музыку слушаем от коллективов, которые считаем достойнейшими для показа. Показа в живом исполнении. Хочу сообщить вам, что на период летний, на летний период, так правильный, а то я как йода заговорю, программа «Живые» переходит в четырехдневный режим. Пятницу мы отдаем дачникам. Ну а чего, собственно говоря, по пятницам-то париться? Приходят музыканты и песни играют, а народ в это время картошку сажает. В общем, решили мы, что пятница до конца лета останется свободным днем от живых. Сегодня здесь замечательный коллектив, с которым мы, надеюсь, вас сегодня кого-то познакомим, а кого-то порадуем, просто потому что знаете вы эту музыку, любите и наверняка с удовольствием сегодня послушаете. Есть у нас традиция, доброе-недоброе, не знаю, но прежде чем я назову коллектив и, собственно, представлю вас, вам, музыкантов, ребят сначала сыграют что-либо из своего репертуара. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Не очень я понимаю Дебальского, который старается руками что-то объяснить. Ты у нас, как принято, либо в микрофон, либо молчи. Вот сейчас заиграют ребята, потом я сниму наушники, ты мне скажешь, что же хотел. Ни слова не понял, с того, что ты что-то, опять же жестами сидишь, что-то машет руками. Чего ты машешь? Ты кнопки жми. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Собаки лучу или дыма за ним. Кто-то пел, не умело, но смело, и я б сказал, очень странно. Обожженные губы тянули забавно семь нот, одна за другой. Чуть-чуть фальши, но дальше, все дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Пыль на дорогах, пыль на сапогах, пыль на колесах и струнах. Бежали и пели, но не знали, что ждет впереди. И если упал, не забудь обернуться и посмотреть на все, что оставил у себя позади. Пыль на дорогах, пыль на сапогах, пыль на колесах и струнах. Пыль на дорогах, пыль на сапогах, пыль на колесах и струнах. Видимо, кто-то увидел с небес, что случилась беда только тогда. Всем вокруг стало ясно, что не напрасно. Пылятся иконы в подвалах, цветынь и светится солнцем. С них лики, покинем вагон, я готов, ты готов к переменам. Пыль на дорогах, пыль на сапогах, пыль на колесах и струнах. Бежали и пели, но не знали, что ждет впереди. И если упал, не забудь обернуться и посмотреть на все, что оставил у себя позади. И если упал, не забудь обернуться и посмотреть на все, что оставил у себя позади. Себя позади Ну, в общем, вступили. Это хорошо. Вступление было. В некотором смысле музыкальная заявка тоже прозвучала. Давайте будем знакомиться. Группа Мэнчестер сегодня здесь, в программе «Живые». Кстати, не впервые, но здесь, на своем впервые. И это очень приятно. Нас радует, что вы здесь. Олег Пониматко, вокал. Привет. Андрей Бурко, клавиша, вокал. Привет. Вадим Тамахин, бас-вокал. Ну, подойти надо к микрофончику хотя бы раз-то за эфир, чтобы сказать что-нибудь. Всем привет. Тебе особая благодарность за то, что ты в фирменной майке нашего цвета свое радио. Значит, Павел Сиверцев, гитара. Да, в любой. Вот это мой. Салют. Ну и сам салют. Еще одна гитара, Тимур Мерзоев. Мощный состав у группы. Манчестер. И в собственном домике, собственный микрофон левее от тебя машет он. Ты тяни его к себе. Не надо вставать. Тяни его. Молодец. Вот видишь, как он гнущийся. Это у нас ударник производства. Барабанщик коллектива Евгений Рыбаков. Всем привет. Привет, привет. Сказал, так сказал. Как отрезал. Ей-богу. Ну, в общем, не все это, правда, люди. Здесь еще есть один замечательный. Очень, я бы сказал, в картинку бы его вытащить сейчас. Иди. Дмитрий Магеладзе вокал на одну песню у меня написано. Все правильно? Да, да, да. Дмитрий Зной меня зовут. Ребята, привет всем. Как зовут? Дмитрий Зной. Почему Зной? Ну, потому что Зной. Творческий псевдоним. Я жгу, да, Дмитрий Зной. А, вот сейчас вы должны верить этого человека. Да, понятно, что, судя по внешним данным, действительно Зной. Причем, абсолютный Зной. Я бы сказал, даже выдающаяся внешность этот человек. Спасибо. Спасибо. Да нет, тебе спасибо, что зашел. Да, я мимо проходил. Да, редко к нам заходят люди с такими потрясающими чертами, очертаниями. Чем-то это... Ну, нет, был у нас Воронов, он рассказывал мне, чем он это делает. Клеем ПВА будет. А ты чем? Я как? У меня свои штуки есть. Воск такой специальный есть для усов. Не ломается? Нет. А что? Ай, браво. Ну, в общем, спасибо, дорогой. Это группа Манчестер. Мы сегодня с радостью приветствуем музыкантов, замечательных ребят с их песнями. Будем рассчитывать на то, что, если вы раньше никогда не слышали их песен, сегодня вдруг неожиданно для себя обнаружите интересный коллектив, который станет вас постоянным гостем или, так сказать, постоянным явлением в вашем плеере. С чем заехали, ребятки, рассказывайте. Вот просто пришли попеть, я понимаю, конечно. Может быть, новые песни какие-нибудь принесли сегодня. Ну, во-первых, с хорошим настроением. Это да, это я вижу. Хорошо. Спасибо. Во-вторых, во-вторых, всем привет, рады всех видеть. Ну, сегодня мы будем дуэт, как вы уже поняли, с Дмитрием Зноем из группы «Сан-Франциско». У нас будет одна песенка. Песня. Вот так я уже сказал. Как-то неудобно глядя на него, говорит, песенка. Да. Неудобно ему. Так. Что еще? Покажем еще какой-то материал новый. Есть еще появились новые песни. Будет, будет. Это важно. Это важно, чтобы вы об этом сказали с самого начала, потому что ваши поклонники наверняка заинтригованы сейчас. Будет ли что-то новое, чего они, возможно, не слышали никогда. А может быть, слышали однажды, но хотят услышать снова. Я сейчас сообщу. Как называлась первая песня, кстати? Пыль. Пыль. Я сообщу, как с нами связываться. На всякий случай вдруг вы еще пока не помните, не в курсе, может быть, забыли. СМС-портал 4647. Это короткий номер. Очень просто запомнили. 4647. Сначала пишите свои, пробельчик делаете, а там дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Это могут быть вопросы, это могут быть эмоции. Просто впечатлениями можете делиться, воспоминаниями. Только аккуратней. Бывает, иногда девушки пишут о своих воспоминаниях, а парням-музыкантам потом перед Джонами неловко. Группа ВКонтакте. Официальная группа своего радио, тут все тоже просто. Анонс вы видите. Почему-то фотографии, которые я обнаружил в интернете везде, вы вдвоем. А вся остальная часть группы где? Да там есть в шестером. Да где? Кто ищет, то всегда найдет. Кто хочет, чтобы видели в шестером, тот всегда предоставит. Я к тому. Надо как себя пиарить больше, мне кажется. Ну, чутка. У вас коллектив-то огромный. Вы для выездов вообще группа неподъемная, как мне кажется. Для многих. Абсолютно. Поэтому надо, чтобы всех, да, всех видели. Короче говоря, в группе ВКонтакте есть уже анонс, в анонсе фотография, а в самом тексте анонса группы Манчестер выделена синим. Это, значит, активная ссылка, кликая на которую вы оказываетесь у них в сообществе. Надо бы, чтобы это сообщество пополнялось, поэтому вступайте в ряды. Будете получать всю информацию о концертах, передвижениях, турах, огромных турах по 70 городам страны, которые намечаются буквально в ближайшее время. И вы еще не знаете об этом, я сообщил. Вы будете знать первыми, а это же очень круто. Далее. Видеть можно все, что происходит в этой студии. Для этого вы, пожалуйста, войдите на сайт своего радио, своерадио.фм. Там сверху увидите плеер. В плеере слева онлайн-аудио. Это чтобы просто слушать. Справа онлайн-видео. Кликая на онлайн-видео, вы оказываетесь картинки, которую нам предоставляет Планета.ру. Замечательная краудфайдинговая платформа. Там же, кстати, есть чат, в котором также можно что-либо писать. Мы за всем пытаемся следить. Если интересные сообщения появляются, мы их публикуем в эфире. Глядишь, какие-то из этих сообщений окрутся удобными для того, чтобы поговорить, например, сегодня. Правильно? Что-то долго я триндел, давайте попоем еще. Надо как-то, чтобы музыкой вашей по сердцам пройтись. Ну, что это будет дальше? Песня называется «Отважным». Ну, то есть это посыл такой. Отважным. Совсем отважным. Все сразу посыл. Ты же отважным что-то рекомендую, но это посыл. А почему ты, когда говоришь «посыл», думаешь о чем-то плохом? Слово «посыл» не только негативное по тексту. А ты заметил, у нас постоянно вот так вот это, да? Какая-то натянутая струна. Это прекрасно. Это же великолепно. Я это люблю очень. Давай, дорогие. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Манчестер. Погнали. Грязь повсюду, мозолит глаза. Что сказать, что ответить, как дети? Ведем себя порою, не скрою. Я сам далеко не без греха и крики о помощи в строчках стиха, мои едва заметны. Куда мы идем, что будет, когда дойдем? Неважно. Со знаменем, что несем, нам не писан закон. Отважным. Вожди лают и смеются в лицо, Словно стая голодных псов. Давно не чувствовали холод таков на своих запястьях. Так в чем заключается счастье? Что есть надежда и что есть любовь? Помогает ли вера тебе, если в кровь просочились грехи? Куда мы идем, что будет, когда дойдем? Неважно. Со знаменем, что несем, нам не писан закон. Отважным. Отважным. Так пускай мудрецы нас рассудят, И среди миллиарда прогнивших судеб Отпыщет одну, что еще не погасло в пучине лучших И ненапрасно она расцветет и зажжет остальные Чтоб засияла из-под пыли наша планета Куда мы идем, что будет, когда дойдем Не важно Со знаменем, что не снем, нам не писан закон отважным Куда мы идем, что будет, когда дойдем Не важно Не важно Со знаменем, что не снем, нам не писан закон отважным Манчестер Здесь сегодня замечательный коллектив Если вы сегодня знакомитесь с музыкой этих ребят, то я вам завидую Просто потому, что у вас открываются новые горизонты И многие даже пишут, ух ты, ух ты, ух ты Только услышал, как круто, как здорово и так далее Вот любопытнейшее сообщение пришло Всем привет И Олегу лично передайте, пожалуйста Мы с ним земляки Отлично звучите, ребята Павел Пиковский написал Ну что, Пашке надо... Паша Да Ты тоже ничего звучишь Я думал, ты сейчас спрашиваешь, кто... В данном конкретном случае, я думаю, нужно сказать большое спасибо Сергею Дебальскому Да, аплодисменты Звучит режиссеру программы «Живые» И еще один маленький момент Буквально вчера, кажется Да, у меня одни путаются вообще Но вчера это было С Эдлесса тут была группа такая И мы вот тоже говорили о том, что ребята слушали время от времени программу Смотрели, я говорю, что звучит как-то все по-разному Я говорю, в смысле Ну вот, то, так барабаны звучат А я говорю, секундочку Барабаны одни и те же, микрофоны одни и те же Аппараты один и тот же, режиссеры одни и те же Звучит по-разному Это все зависит от того, как играть От палочек От палочек, от ноги Вот когда сидит такой здоровенный бугай За барабанами То, естественно, бочка звучит так, что аж окна выносит Понимаешь? Какой сейчас палец мне показал? Аккуратнее Да, мизинец, мизинец Да ладно, я все понял Это не мизинец Это просто преломление света, видишь? Я понял Потому за стеклом и сидеть, чтобы было непонятно, что там происходит Все награли Бережемся Смотри, что пишет Рина Титова На мой взгляд, очень такое показательное сообщение Спасибо вам огромное за этот подарок Это она к нам Это одна из самых сильных групп, что я когда-либо слышала в своей жизни Всего комментария не хватит, чтобы выразить мои эмоции Хочу лишь сказать тем, кто еще по каким-то странным причинам не слышал, не знаком Что Манчестер более чем достойна прослушивания и постоянного обитания в плейлисте Удивительно, но это одна из тех двух Пишет она групп У которых мне нравятся абсолютно все песни без исключения К привлекому сожалению, ни разу не была на концерте Обязательно исправлюсь Парни Пишет она теперь уже вам Спасибо вам за то, что вы делаете И за то, что делаете вы это искренне и по-настоящему За то, что реально помогаете своим творчеством За теплоту, которая исходит из ваших песен Сегодня даже писать больше не буду Буду просто слушать Ибо это настоящее счастье для моих ушей И извилин Хорошего всем эфира Ты все читаешь или придумываешь? Если бы я мог так придумывать Ты понимаешь, Гарри Поттер отдыхает в таком случае Ирина Титова написала И самое важное здесь, на мой взгляд, не только те слова теплые, которые она сказала вам А то, что девушка безмерно грамотна Ни единой ошибки я не обнаружил Это вор сейчас же Даже синтакс Нет, я просто знаю язык Я сейчас говорю о том, что я немножко знаю язык Да, очень приятно, когда грамотные люди грамотно излагают свои мысли Это всегда приятно Русский язык, он для этого и создан Чтобы грамотно понимать Да Но не всем дано Три пробела, запятая И все Особенно албанский Вот когда начались все эти дела с интернетом Албанский стал таким популярным Привет, до медведа Для безграмотных людей просто спасение Понимаешь? Главное, чтобы потом на работе в банке так не провалиться А так в интернете, пожалуйста Так, ребятки, ну, все чудно, конечно Я вот к чему хотел сейчас вас подвести Каким мыслям, каким соображениям Группе сколько времени уже? Напомни мне Ну, официально с 2012 года Состав, наверное, 2013 год Ну, то есть, два-три года примерно получается группе Но вы же наверняка, я так понимаю И это все понимают, что Это не первая группа у каждого из музыкантов Единственное, что вы сошлись вот в этом составе Три года назад Да Два года назад Два года назад С составом, да Два года назад А сколько времени назад-то у нас были-то уже? 2000 год назад Год назад Немножко То есть чуть-чуть год, да? То есть год назад мы с вами сталкивались уже Да А, вы знали Я помню этот момент Заметил, заметил В центре зала Струнка такая Главное, не пили эту струнку Мне она нравится Значит, год прошел Вот что за этот год произошло? Что у вас изменилось за этот год? Альбом, может быть, написали Альбом подписали В смысле? Ну, в плане того, что он уже почти готов До осени осталось подождать И мы его выпустим То есть год проволынили И вот теперь только осенью собираетесь альбом выпускать Да Молодцы Мы не торопились сильно Да Никуда не спешили Зря Писали песню Да, наверное Шашлыки, понимаешь А зря Музыку надо как-то продвигать И хорошие новые песни Они в любом случае только на пользу пойдут Что же вы не говорите? Что? Новый альбом, да? Вот будет у нас осенью Дебют первый Но песни, которые там будут, мы сегодня слышим, по сути Или нет? Не все Не все Но какая-то часть вы интригуете, да? Да Какая-то часть А буквы М ты выделяешь сознательно? Зноя Посмотрим привычки Хорошо, так Второй дуэт И второй дуэт Многие нас спрашивали Ну, не то, что спрашивали Хотели узнать С кем бы мы спели из женских голосов И мы выбрали Не то, что выбрали Выбор был невелик Мы спели с потрясающей актрисой И с телеведущей Юлией Зимина Мы спели вот дуэт Когда на два голоса Женский и мужской Который войдет как раз Зимина это, которая Кормелита Угу Ну, я вижу, ты поклонник этого сериала Я стужу Нет Я стужу Представить себе Просто вспомнить лицо Но ты сейчас говоришь о сериале А телеведущая она где? Первый канал Доброе утро Или Бодрое утро Доброе утро Доброе утро, да А, ну я в это время еще сплю Понятно Надо посмотреть, чтобы понять, что это Посмотрите, как Ганга что пишет Это в чате, кстати, сказать на планете Ну, что-то как-то Чем-то советским эта группа отдает Похоже на Кузьмина Или на группу Самоцветы Ну Самоцвета, наверное, больше А что, нет, серьезно А что ближе? Кузьмина или Самоцвета? Да Для меня И той рукава ровно все Нет, ну если иметь в виду советское То есть я почему Кстати, Ганга это наш тролль Один из толиков Он меняет постоянно имена Но по почерку Судя по той безграмотности Но вот сейчас действительно То, что было сказано Я абсолютно с этим согласен Есть, во-первых Ну, во-первых, полный состав Ничего себе Бас-гитара Две гитары Ритм, соло Клавиши еще и двойные Ионика такая, да Как вот в старое советское время Ну, то есть такая хорошая, старая Добрая Советская еще, да Давай скажем так Традиция эстрадного коллектива Такой виа Ну, звучит его современно Но, тем не менее Какие-то такие элементы Все-таки в этом присутствуют Это сознательно? Это ход, который вы придумали себе Как фишку? Ну, просто в наши 68 и 72 года Естественно, мы... Да, нет, наоборот 72 и 68 Ну, честно, я не знаю Уважаемые Ганги Или уважаемому... Толик Толик? Толик, Толик Толик, привет, мы не знаем То есть это само собой Да Получается так Ну, значит, просто корни сильные, возможно И влияние какое-то Как в кино, знаешь, иногда говорят Да Я не могу тебе сейчас ответить на этот вопрос Зайди позже Да Хорошо Хорошо Значит, что касается сегодняшней группы Пишет Андрей Архипов Вот двоякое чувство С одной стороны кайфово А с другой стороны не мое Я требую ромашку Погадать нужно Любит, не любит Нравится, не нравится Вот музыка моя точно А тексты не мои Давай сделаем его текст Попозже Мы вторую половину нашей культурной программы Назовем это так Будем играть более веселой композиции Может, это будет его Как раз ромашку Вот там вот Там есть про ромашку Про ромашку Там про ромашку нету, но Но 46-47 Возможно, что-нибудь найдем 46-47 Это короткий номер для СМС Квашка Сначала свои Про Бельчика Дальше все, что хотели бы Адресовать коллективу Давайте петь, братцы Что это будет? Песня называется Останусь навсегда с тобой Как всегда Я имел в виду живой звук В программе живые Здесь сегодня группа Манчестер Поехали Нервы на пределе Хочется забыть Все, что было в моем прошлом Темном прошлом Невозможно, может быть И браслеты Защелкивались на моих руках И не хватало мне истерик Не хватало даже денег На свой страх К нам слова Неважны станут Когда волна Нас укроет Унесет ко дну И над ней рядом с тобою Сну И мотив И мотив Что пялся тысячами Вдруг затих Я останусь навсегда с тобой Останусь навсегда с тобой И намного ярче Засветит надо мной Звезда В груди вдруг станет жарче Намного жарче, чем всегда И колени Преклоню перед своей Судьбой И встав на краю крыши Чувствовать, что дышишь со мной Рядом со мной Нам слова Неважны станут Когда волна Нас укроет Унесет ко дну И над ней рядом с тобой Усну И мотив Что пелся тысячами Вдруг затих Я останусь навсегда с тобой Останусь навсегда с тобой Нам слова Неважны станут Когда волна Нас укроет Унесет ко дну И над ней рядом с тобой Унесет ко дну Унесет ко дну И над ней рядом с тобой Я останусь навсегда с тобой Останусь навсегда с тобой Нам слова Неважны станут Когда волна Нас укроет Я с тобой Останусь навсегда с тобой Я Знаешь, главное, чтобы она этого хотела Правда Я сейчас никоим образом Вдруг подумалось мне Когда мужчина говорит Я с тобой навсегда останусь Она бедная Думает Господи, прости Зачем мне такое счастье? Что же это делать? Я с тобой буду, мир человек Столько лет Столько сил Столько напряжения Нужно для этого Еще раз напомню Манчестер здесь сегодня Коллектив, с которым мы знакомим Если вы не знаете эту музыку С удовольствием И радуем, надеюсь Поклонников группы Их песнями Сегодня будут новые Сегодня уже были новые песни Или пока еще нет? Но ты когда будут Ты предупреждай Мы тоже порадовались Вместе с теми Кто группу знает Для некоторых, наверное Новое что-то было Для некоторых? Да Главное, чтобы для вас самих Это не было Виктор Иконников пишет Вот что А вот вопрос в группе А будут ли в следующем альбоме Нормальный вопрос Какие-то социальные подтексты Спасибо Спрашивает Виктор Ну то есть повзрослеете Вы в следующем альбоме Или так и будете Сопли с Киселем А где Сопли с Киселем? Я не могу понять Где он нашел Как он реагирует? Да нет, ну ладно Перестань Ну будут социальные Какие-то подтексты? Что-то гречка подорожала Блин Ну как жить-то вообще дальше? Надо социалочку Ну Про рыбай хочешь спеть? Про воронежский То есть санкции не мешают В Воронеже жрать рыбай Я так понимаю А сейчас же замещение полное идет А да Теперь все Теперь у нас нет мяса Креветки белорусские Кстати да Море в Беларуси Огромнейшее Вот как-то бывало Такое вот необъятное совершенно Белорусские креветки Это Комбайном убирают По поводу социального подтекста Что родится, то родится Я не могу так Я не могу так То есть ты судьбе полностью предоставлен Да Ну что получится, то и получится Да Мы знаем, мы течем по течению Как Чичем Есть анекдот Такое получится Не получится Да и фиг с ним Значит, Анна Кардонова пишет Вот что Здравствуйте Два глобальных вопроса Она хочет задать к участникам группы Манчестер Первый Извините Ну я сейчас Серьезно постараюсь задавать вопросы Так, внимание Смайлик Соберись, тряпка Нет Вопрос такой Каковы ваши самые первые впечатления из детства И все задумывались Связанные с музыкой Любили ли вы музыку с младенчества Вот ты себя помнишь с младенчества Мечтали ли в детстве стать музыкантами Посещали ли музыкальную школу И дальше в этом вопросе ИТП В общем, на ИТП вы можете ответить сразу А со всем остальным придется подумать У кого есть впечатление о музыке О музыке из младенчества Я хочу просто увидеть этого человека Реально увидеть этого человека перед собой Младенец, заходи Ну короче Ну какие детские? Ладно, давай так перефразируем Понимаешь, я про себя могу сказать Сейчас пока парни думают У меня такое впечатление Ну вот я как вспомню Школа Я же начинал как барабанщик И мы репетировали у меня дома И у меня хай-хэт Кто знает об этом Все такое Он был привязан веревкой к стулу Зачем? Ну как типа играю Стойкий Да, вот я такой почему-то сейчас Вот родилой сразу Клево Ну то есть это было Клево Клево То есть такие там акустические гитары А я вот прям И у меня был пионерский барабан Который на стуле прям стоял Кстати, хорошая вещь, между прочим На нем Женя сейчас играет Пружины нет На нем Женя сейчас играет Раритетный пионерский барабан Ну короче, есть у кого-то еще более яркие впечатления из детства? Ярких нет Ярких нет, да? У меня 7 лет фортепиано началось Вот яркое впечатление Каторга, да? Да Каторга На четвертый год уже все, по-моему То есть музыкальное образование такие есть? Да Такие есть, я так понимаю, музыкальное образование Ну, Женя Я под Металлику уроки делал дома Всегда получал пятерки, кстати Ты отличник, что ли? Нет У Металлики Именно когда я делал уроки под Металлику Металлику я получал пятерки Они проверяли А ты как слушал Металлику? В колонках или в наушниках? На двухкассетном магнитофоне Вот он старый На кассетах еще был Ну, и что? Прям в динамике и нормально? Ну да, включал и все нормально А, я понял То есть ты делал уроки Ты ставил колонки на вынос просто в стену Так, чтобы соседей выносило Он Паша что-то хочет сказать, что у него какие-то воспоминания Давай Где он? Где Паша? Где? Вот он, иди Ворвись Ну У меня тоже музыкальная школа Угу Целый год Похвастался Кто-то у него там тарелки летят такие Ну Ну А самые первые детские впечатления Вот Анна Когда спрашивала Токардонова об этом Юрий Антонов Море, море Вот это вот Юрий? Юрий 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 Той и самый доступный был Антон Тогда Тогда Поэтому все его песни Особенно про море Это ж хиты были Шлягеры Сумасшедшие На этом и росли Вот к чему и пришли Манчестер теперь Жизнь состариться хотим Да, да, да Теперь еще один вопрос от нее Про альбом Вопрос она так сразу Обозначает Сколько на нем планируется композиции И будут ли они объединены какой-либо концепцией О, вот о концепции альбомов я люблю поговорить Так, ну давай Будет в районе 12 песен Концепция, наверное А, я сказал Кузьми Не, Леонтьев в написнике, извините А, Леонтьев Оговорился, конечно Кузьмин без написника Он с Пугачевой тогда был А Леонтьев в написнике все время Ну, у него такая вот накладка была Что побольше казалось Юрий, Юля, не плачь, пожалуйста В сетях Да, это я что-то болтанул Да я про Кузьмина сказал Да ты что, Кузьми нормальный мужик А, серьезно? Мы уже перенастроились Не-не-не-не Не перетекай Не перетекай Я тебе, кажется, перебил где-то Давай А, да, про альбом говорили 12 песен будет на альбоме Записаны приблизительно В течение одного года Все Большая часть материала Конечно Хотелось бы Чтобы все-таки Что-то общее У этого всего было А что получится Не получается пока Пока не получается Нет, что получится Будет какая-то определенная концепция Во-первых, там будет Объясните Раз мы заговорили, братцы Что такое концепция альбома Ну вот объясните мне Ну что это? Допустим, все 12 песен про любовь Ну такая, про что они еще Ладно, объединяющая тема Во всех 12 песнях, не знаю Звучит флейта Ну вот, объединяющая Что такое концепция альбома? Саунд Скорее всего, да Общий саунд Какой-то будет Это в любом случае Не, а у вас обычно он другой, что ли, саунд? Как бы тебе сказать? Да как-нибудь Как объяснить? Войдут, наверное, песни, в которые В которым, как бы, как сказать О чем мы думали целый год? Концепция Википедия, вот набери Концепция? Нет Что такое концепция, я понимаю Я не понимаю, что есть концепция альбома Объясни, пожалуйста Концепция, это общая суть Общая, скажем, объединяющая все, что происходит В этой, вот скажем, форме, которую мы проводим Что такое концепция программы «Живые»? Это показ интересных музыкальных коллективов И плюс к этому еще кухонные беседы Не официальное интервью, а кухонные беседы Все А коллективы-то могут быть разные От фолка до хэви-металла И я не могу сказать, что нет Это не ходит в нашу концепцию У них барабанчик лысый Глупость какая-то Ей-богу Что такое концепция альбома? Вы поете песню? Я понял, понял, я понял тебя Сейчас, подожди Я пока тебя не понял Давай споем Ты прям в тупик нас загнал Что дальше? Ладно Никто не может на этот вопрос ответить Но все говорят про концепцию альбома Про Кузьмина давай Давай Как называется следующая песня? Следующая песня называется «Прикосновения» Как всегда, «Живой звук» В программе «Живые» Здесь сегодня Манчестер Поехали «Живые звуки» Внезапные расстройства Свойства взлетать Закончить жизнь тем, кого можно не ждать Каждый день И те, и с теми, с кем мы Навеки закреплены Достаточно воды, слезы, мосты Согнуться там, где я Я и ты Внимательные лица Снится опять О том, что лучше бы мне Не вспомнить Пожалуйста, потише Слышу шаги Напомни, как отсюда мне уйти Возможно, неприятно Внятно слава Крикни навстречу чужим ветрам Движения по кругу с другом Одни Знакомые дыхания Рядом встретим Понятные движения Прикосновения Прикосновения Редактор субтитров А.Семкин Долго Очень долго Здесь Долго Очень долго Здесь Ближе Выше Тише Опять Ближе Выше Тише Мне знать Прикосновения Понятные завершения Все Не, я на всяк случай Потому что бывали эпизоды Когда вроде все Я нажму там Жму на хвостик Хлопальчиком А там Ооо, как было неудобно Правда Бурка, слушай, а что ты Когда по прикосновению Поешь, так щуришься К чему Сам к себе К чему Касаешься чего-нибудь или нет В смысле Клавиш касаешься Очень забавно И касается ли что-то еще Что-то разговор про Леонтьев Мне кажется далеко нас завел 4647 Это короткий номер Для смс-ок ваших Сначала пишите свои А дальше пробельчики После этого Все, что хотели бы Спросить возможно У музыкантов Смотри Значит Человек пишет Что не получается СМС-ку отправить На 4647 Почему? Не знаю Поэтому пишет в личку Передайте ребятам Горячий привет Пожалуйста И скажите Что 1 апреля Неминуемо Обязано быть Спасибо большое Илья Лепатов Ооо Чего за ржечь-то такая? Илья Лепатов Это барабанщик Который какое-то время С нами играл Но я понимаю Что барабанщик Вопрос в другом 1 апреля что такое? Песня Которая Это первый дуэт Имеется ввиду Речь идет о песне Да Ну так и не А зачем он тут Тогда сидит В таком случае Чего он тогда ждет? Конечно будет Конечно будет Илья Конечно будет Все будет на месте Мы же готовились к этому Долго готовились Мы шли к этому И вот мы пришли К этому Послушайте Ну вот смотри Сама по себе История группы Мне кажется Очень любопытная Потому что вы Год назад Когда у нас были Вам-то и того Тогда-то и вообще Копейки какие-то Двух не было Двух не было В любом случае Группа Которая Так недолго существует Редко может похвастаться Большим объемом Песенного материала Да Материала музыкального Сколько у вас На данный момент Песен Ты между Те которые играем Которые поете На концертах Которые играете Больше двадцати Вот Это для групп Которые два с небольшим Года Около трех лет По-моему Вполне себе достойно Кто такой Плодовитый у вас Кто пишет Тексты Еще раз Прасу Понятно Кто музыка Так очки Это удар ниже пояса уже Все пишу я Единственное Одну композицию Написал наш Хороший друг Рустам Да Из Казани Песня называется Аллигория Аллигория Которую мы Мы ее следующей будем играть Которую многие ее Наверное уже знают Наслышан Тогда вот теперь о концепции Если ты все пишешь То с какого Лешего Согласился петь песню Чужую Не свою Или в принципе Это не есть главный Козырь То есть я Я и только я Не-не-не Это не основное А что должно случиться Чтобы ты вдруг захотел Спеть чужую песню Ну ты же поешь Как минимум Должна вставить Вставить Ну да Хороший ответ Вставить А что значит вставить Что должно понравиться Музыка, текст Или сочетание того и другого Это наверное микс Микс какой-то определенный Да А в таком случае С Аллигории Когда первый раз услышал Я пе эту песню Многие ребята слушали Под гитару Просто спе эту песню И она работает Уже тогда Вы решили что песня Манчестера и все Нет Она Не то что мы решили Просто хорошая песня И человек ее писал с душой Человек Который в принципе От музыки Немного далек В плане Он не занимается этим профессионально А вот так У нее совершенно другая профессия Он написал песню Она такая получилась Я вас хочу удивить Наверное Но в программу Живые приходят Много музыкантов У которых совсем другие профессии Но они занимаются музыкой Это не так давно Да И айтишники И пожарные И кто только И у вас тоже я уверен Есть профессия Занимайтесь с тобой музыкой Поэтому это не показатель Если человек талантлив То он талантлив Он может написать хорошую песню Не одну вероятно Это же клево А он что-нибудь еще пишет Этот человек Вообще в принципе Или он написал одну песню И на этом успокоился Подарил нам Встреча была Наверное недели три назад Приезжал Встречались в Москве И подарил нам Диск И сборник своих стихов Ну вот так Ну вот так Ну вот так Круто Круто Ну дождемся этой песни Мне просто интересно В конце концов Ну что там За тех Что за человек Возможно Действительно Человек талантливый И что ж тогда У нас только Пушкина одна Что ли в стране Пускай он пишет тоже Людям Я с тобой согласен Абсолютно Ну надо же Вот это ж Неожиданность для меня Что он со мной согласился Вдруг Еще даже часа программы Не прошла А он уже со мной согласен Это приятно Значит Где-то была сообщительница Тоже Которая Хотела прочитать Ай-яй-яй-яй-яй Ну уже Видимо не найду Убежала 46-47 Это короткий номер То человек спрашивает Что вы рок играете Или что А какая разница Что они играют Вот вы сами Как определяете Эту музыку Сами-то как-то Ответьте на этот вопрос Что играют эти люди На мой взгляд Музыка Как я повторялся И повторяюсь И буду повторяться Делится на два Качества На два класса Музыка И не музыка То есть Хорошая И все Все остальное Не имеет Ни малейшего значения Не могу Язык вязнет Кроме всего прочего Могу сказать Что в эфире Своего радио Никогда не будет Дикой Горимой попсы Той, которую Терпеть не могу Ну и блатного шансона А все остальное Это музыка Если она талантлива То почему Собственно ее не может быть А у нас кто-то Можно я тебя перебью Давай Кто-то Нас сравнил с шансоном Вы шансон? Да Это что По цвету очков что ли Как у Шуфутинского В смысле А где шансон-то В чем шансон? Не, шансон Если с французской Это песня Нормально? Да Да А что шансонного у вас? Знаешь Шансон Я знаю рецепт Хорошая шансонская песня Надо все повторять трижды Сигарета, сигарета, сигареточка Табуретка, табуретка, табуретка Все Это шансон Обязательно Последний припев Модуляция должна пройти Да Да Вот тогда шансон Сейчас попробуйте спеть Свою песню Любую Вот в такой манере Вот тогда это будет шансон Не делаешь ты этого Это что-то другое Ну ладно Что дальше будет? Дальше песня Аллегория Про которую мы сейчас говорим А как раз вот маникова Окей Как всегда живой Звук в программе живой И здесь сегодня Манчестер Погнали Манчестер Разливая по строчку Обреченную душу Запалю строки-почки Шнуром многоточи Чтобы выйти наружу Ни угла, ни приюта В бесконечном море И нулем абсолютно Миком станет минута Я вырываюсь Я вырываюсь на волю И слова Карионы Свободы Дыхания Обнажат Перепорки Души Отковорки Не найдя Оправданья И пустыми Штормами Ворвется В лагуны Замирающий шепот Разрывающий Рокот Гитарные струны Плочья рвутся бригады Натянутых нервов И бессонные карты Смещаются в серый Закат и рассветы Обожженную кожей Свежесть воздуха чую Вверх возьмет Осторожность Верну мысли в ножны Свободу линчую И слова Галионы Свободы Дыхания Обнажат Перепорки Души Отковорки Не найдя Оправданья И густыми Штормами Ворвется В лагуны Замирающий Шепот Разрывающий Рокот Гитарные Труны И слова Галионы Свободы Дыхания Обнажат Перепорки Души Отковорки Не найдя Оправданья И густыми Штормами Ворвется В лагуны Замирающий Шепот Разрывающий Рокот Гитарные Струны Ну хорошо, хорошо А вы что сейчас ждете Я не понимаю Не-не-не Переглядывается Меж собой Выйти хочешь? Сейчас, секундочку Подожди У нас еще до звонка Есть некоторое время Куда ты рвешься Скажи в микрофон Можно выйти? Куда? Он говорит Рыбаков такой Можно? Что? Хочешь уйти? Ну выйди На две минутки тебе нужно? Ну да, сходи Ну сходи А то, что там стульчик наш Не свой же принес Парагончика нету Давай, давай Быстрее, быстрее давай Давай, давай Так может что надо было Может тебе принесли бы и так Ну смотри Время еще есть Народ много чего Действительно Интересного пишет Ну хотя бы уже потому что Как-то реагируют И как-то определяются Мне-то в шансонье предлагают Да, кстати сказать Вот чем шансон меня в свое время убил Тем, что петь необязательно Ну хорошо То есть главное, чтобы А, в шансоне, да? За душу брало Ну да Главное, чтобы вот оно цепляло Ты такой, ты меж его так Ух ты Ну да, типа того Типа того Кстати, песня замечательная, между прочим И я могу сказать, что автор этой песни Человек, который очень хорошо понимает Толк в том, что делает Правда? Правда? Так может есть смысл действительно с ним Как-то посотрудничать на будущее? Скажем ему по секрету Он написал еще одну песню Нам показал Песню про столицу Я сейчас не помню Как это название точно Вот Но песня хорошая Мы ее запишем ближе к осени Да Если нам понравилась Круто, круто То есть новый альбом, который будет Он будет осенью, скорее всего Да? Уже вы так Не скорее всего, а осенью В середине октября В середине октября Вот так И вы его выпускаете сами Без краудфайдинга сейчас модного И нынче как-то так уже популярного Сами Сами То есть сами вкладываетесь в это дело А нынче сколько стоит Вот я не говорю о конечной цене Но в принципе дорого ли Хорошо записать альбом Если это делать в России Да? Начиная со стадии, скажем так, записи Заканчивая сведением и мастером Ну, мастерингом Я думаю, что дорого Ну, все относительно, конечно Ну, сколько примерно? Затрат на одну песню Чтобы хорошо записать Смастерить Не меньше 60 тысяч рублей 60 тысяч Допустим, в альбоме 10 песен 12 обычно, да? У вас сколько? 12 будет? Я так понимаю Это получается 720 тысяч Это на то, чтобы полностью Сделать альбом А еще нужно обложку А еще нужно дизайн Да? Нарисовать это дело Об этом, кстати, мы еще не думали Хорошо, вы подсказали Пора, пора, пора В смысле, можно и без дизайна, конечно Можно в цифровой Он бумажка у Олега лежит Можно так сделать Но это, кстати Завернуть вот так, знаешь Это, кстати, к разговору На самом деле Люди, когда говорят Что вот музыканты, краудфандинг Вот посмотрите, чтобы хорошо Это в России ты имеешь в виду все Качественно Так вот, для того, чтобы сделать альбом Обычный, нормальный, полноценный Полновесный альбом Без обложки Сейчас мы не говорим пока еще о дизайне О художнике, о выпуске Только сведение, да Запись сведения и мастер Выходит вон в какую сумму 700 с лишним тысяч Когда, допустим, музыканты На краудфандинг заказывают Ну, закладывают, скажем Сумму 150-200-300 тысяч На выпуск альбома Я всегда пожимаю плечами Есть студии, Семен, действительно Есть студии, где записать одну песню Стоит 10 тысяч рублей Ну, а качество при этом Ну Понятно Понятно Так что не дешевое Это все зависит от результатов Что хочешь увидеть на выходе Песню Ну, песня, песня бывает Я хочу песню нормально Чтобы она звучала Хорошо Увидеть на выходе Конечно Но, с другой стороны У всех, понимаешь У каждого слово Нормально звучало Это же разные вещи Я сейчас объясню, что я имею в виду Это старый советский анекдот Ну, не советский уже А вот перестройщенный Когда встречаются Два новых русских У одного и у другого Одинаковые абсолютно галстуки Стоит такой перед ним, говорит, ну где бал? Он там, сколько заплатил? Он говорит, ну 500 баксов. Он говорит, дурак, в двух кварталах отсюда точно такой же за 3 штуки баксов можно было взять. 500 баксов. Так вот, я к тому и говорю, имея в виду оптимальную цену, качество и вот результат. Это действительно стоит таких вот 60 тысяч. Это не самая дорогая, не самая высокая цена и не самая низкая. Это вот такая средняя цена для приличного качества. Ну, это к разговору о том, сколько стоит дом построить. Всем теперь будет понятно. Мы как-то ни разу эту тему не поднимали в эфире ни с одной группой, просто о цене. То есть ты на нас посмотрел и решил, так это, да? Да, я просто подумал о том, что у вас-то можно было бы об этом спросить. Не кисло живете, очки дорогие. Эфир-то закончится. Эфир-то закончится. 46-47, это короткий номер для смс-ок ваших. И понятно, что пишите сначала свои, пробел, а дальше все, что хотели бы спросить. Хороший от Бориса вопрос на смс-портал пришел. У вокалиста лицо знакомое. Подарись, я уберу подложку, чтобы это прозвучало более тревожно сейчас. У вокалиста лицо знакомое. Он в Химках не работал в Макдональдсе? Он там до сих пор работает. Он владеет Макдональдсом в Химках, да? Что касается работы, сколько по Хронометражу? Я зашел в студию, сразу увидел там Макдональдс и картошку. Я подумал, откуда? Это от Олега. Картошечка от Олега. Естественно, да. Дядя Олег картошечки нажарил. Сколько по Хронометражу песня, которую мы закроем этот час? Не помнишь? Три-четыре минуты сколько? Ну так, навскидком. Три с половиной где-то. Три с половиной. Окей, тогда, если есть немножко времени, буквально два таких момента хотел бы отметить. Во-первых, спасибо, что работаете, что не останавливаетесь. Это очень важно. Другое дело, коротко, если можно. Кто чем занимается по имени музыки? Чем зарабатываете? Ну ты в Макдональдсе, я понял, можешь не отвечать. Ну я кроме этого еще, как я уже говорил, я снимаюсь иногда в рекламных роликах. Ну как актер. Макдональдс. Макдональдс. Да, Андрюш. Я занимаюсь согласованием различных разрешений на строительство и так далее. Все, что связано. Нормальный человек, да. То есть ты его толкаешь от него. Нет, нет, я думал, он сейчас скажет. Я занимаюсь согласованием и разруливанием различных вопросов. Жень, чем зарабатываешь? Институт биорганической химии аппаратчиков. Ну нормально. Я даже не знаю, как это комментировать. Быстренько давайте. Дальше музыканты пошли. Да, дальше музыканты. Гитара преподаю. Вот так. То есть музыкой зарабатываешь на жизнь. Также продолжаю преподавать в студии гитару и бас и акустику. Понятно. Занимаюсь чистой музыкой, ничем большим. Приятно, как видеть людей, которые зарабатывают на музыку. А вы, разгильдяя, занимаетесь всякой фигнёй. Петь давай. Увижу тебя в Макдональдсе. Припомню. Особенно в химках. Как называется песня? Песня называется «Ангелы и демоны». Как всегда, живой звук. Программа «Живые». Здесь сегодня Менчестер. Отрок, побереги свои силы. Стражам небесным весь донести. Ведь время сурово и необратимо. Сметает всё на своём пути. Дух древних племён напротив взглядом. Что веет чары твои над землёй. И из-под лобья отдаёт дару мой. Света вручей над шальной головой. Ангелы тревожатся. Всё сбудется, всё сложится. И те, кто рядом был всегда. Помяни стихой. А демоны всё маются. Внутри всё наладится. И те, кто рядом был всегда. Прикрой своим крылом. А пояса и петра штоковыхают. Злато волос девиц по утрам. А ночами бессмертных с ними венчают. И с прощальным костром несут к облакам. Слезой окропи могилы усопших. Но знай, не настал пока твой черёд. И пускай под ногами лёд тоньше и тоньше. Но вера твой самый надёжный оплот. Ангелы тревожатся. Всё сбудется, всё сложится. И те, кто рядом был всегда. Помяни стихом. А демоны всё маются. Внутри нам всё наладится. И те, кто рядом был всегда. Прикрой своим крылом. Итак, продолжим. Напомню, программа «Живые» на своём радио. И здесь сегодня группа «Мэнчестер». Вторая часть моделезонского балета. Мы перерывчик уже отгуляли, подышали. А теперь можно, собственно, продолжать. Пауза была большая, долгая. И надо будет что-то петь. Что это будет? Прямо сразу. Лучшая песня. Да. Так называется. Не надо смотреть на тайну. Скромно. Лучшая песня. Но честно. Как всегда, живой звук. Программа «Живые». Здесь сегодня «Мэнчестер». Погнали. Когда вдвоём просыпались, То плавился лёд, В сердцах, что нежно сжимались. Я вижу, что прёт тебя от моего пенья. И моих стихов мы понимали друг друга, А в постели без слов. А мы навсегда теперь будем с тобой вместе. Только ты и я. Это самая лучшая в мире песня. Остальные. А если б жили мы на Ямайке И пили кокосовый сок, Мы ходили только в коротеньких майках. И я вернуться к тебе бы не смог. Крепче сожми мою руку, Пусть успокоит волна. Солнце разгонит всю скуку, Нам теперь нет до сна. Зажги на ладони Мне ту звезду, Что светит там, где нас двое. И гаснет только к утру. А мы навсегда теперь будем с тобой вместе. Только ты и я. Это самая лучшая в мире песня. Остальные. А если б жили мы на Ямайке И пили кокосовый сок, Мы ходили б только в коротеньких майках. И я вернуться к тебе бы не смог. Мы навсегда теперь будем с тобой вместе. Только ты и я. Это самая лучшая в мире песня. Остальные. А если б жили мы на Ямайке И пили кокосовый сок, Мы ходили только в коротеньких майках. И я вернуться к тебе бы не смог. Вернуться к тебе бы не смог. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Количество тех, кто скоро Зазвучит в эфире, я это знаю Я это понимаю, потому как ребята толковые Вот я говорю им все время, что есть Такое понятие, как зомбирующий эффект Вот сам себе говоришь, все будет хорошо Все будет хорошо, все будет хорошо И уверен ты в этом, что все хорошо Если ты сумел это вложить в голову, в уши, в сознание И в души других людей, то все тоже в это верят Поэтому, когда группа, сочинив себе песню Самая лучшая песня, все остальные Она абсолютно ведь убеждена в том, что это правда И в этом убеждается зал И потом на концертах И собственно в этом убеждается публика И какая плавненько, к концертам перешел Грамотно, да? Когда у вас ближайший концерт Понял, спасибо Зря переходил к концерту Ну а если вспомнить? Если вспомнить, самая ближайшая дата Которая под вопросом пока это 27 июня Это где-то в Московской области День молодежи, я сейчас не смогу точно назвать А дальше Нашествие Ну фестиваль Дальше пошли фестивали Вы играете на нашествие? Да В четверг 8 утра, я так понимаю В среду? Нет В среду? Нам сказали, в среду будут люди заезжать Которая играет в среду Которая играет в среду Фестиваль начинается в пятницу Но группа играет в среду А кстати, да, почему для работников, которые ставят сцену Там все Электричество Они же тоже люди Нет, серьезно, какой у вас день-то? Вы помните, нет? А еще пока неизвестно Но вторая сцена Да Естественно В общем, глупый вопрос На первой сцене Там те, кто поет 30 лет одно и то же А молодые группы обычно на второй сцене Подметают Подметают Большую подметают А, и переходят на второй За то, что хорошо подмели, поют песню на второй сцене Если хорошо подмели А бывает и плохо В этом году вы рассчитываете Кто-то спичечку бросил Просто в этом году вы рассчитываете, что у вас все получится Кроме нашествия, какие еще фестивали у вас? Нет? Никаких больше? Был детский рок-фестиваль, принимали участие Да, гидзи-рок-фест Ну как? То есть вы еще не вышли из этого возраста? Нет Это хорошо Глядя на вас, я в общем не сказал бы, конечно А что за такой детский фестиваль? Детский фестиваль, который проводится, по-моему Я не знаю, кто организатор Ну, он называется «Кидзи-рок-фест» Организовывает «Мама-нон-стоп» «Кидзи-рок-фест» То есть дети поют? Нет, но Дети тоже Для детей Че там? Че там? Ну типа, какие-то детские конкурсы Ну что еще сказать? Нет, нет, но есть же фестивали Я знаю просто, например, в Казани И замечательная рок-школа Чудесная совершенно рок-школа Где готовят детей Несчастных К будущему рок-музыкантов То есть к бедному, нищему будущему И там есть неплохое количество Заулыбались Я понимаю Там есть некоторое количество Классных команд И мы с ними даже знакомы С этими ребятами Они даже как-то выступали В программе «Живые» Еще на моряке, по-моему Вот я и подумал, что может быть Это фестиваль для вот такого рода Детей, играющих рок А взрослые музыканты Приезжают их поддержать Семен, честно Мы видели только детей Те, которые танцевали вместе с нами Но перед Которые пели Но я не знаю Я не видел таких Может быть на другой сцене Там две сцены на самом деле работала Одна и другая Вот Может быть на другой сцене Что-то подобное происходило Ты про Гошу Куценко? А он тоже был на детском? Он тоже был Он на другой сцене, да А да, тогда там дети пели Я понял 46-47 Это короткий номер для СМС-акаши Сначала пишите свои Про Бельчика А дальше все, что хотели бы адресовать Коллективу сегодняшнему Манчестер называется Это чудная группа И Да Что касаемо Концертов Почему-то вы так задумались Вообще Как вот сейчас с этим дело-то обстоит Серьезно На сегодняшний день Лето, понятно, период Когда концертов не особо много Но Вот Вы существуете три года Группа Я в свое время просто повторюсь Для аудитории, наверное, это уже привычно Я вывел некую формулу При этом я ее Так сказать Выводил, глядя на музыкантов Понимая, что происходит Примерно восемь-десять лет Нужно группе От начала Так сказать Старта До того момента Когда группа уже признана И группа, в принципе, является Таким явлением Которое знают Которое принимают И С этого момента И начинается взлет настоящий Должен начаться Подъем такой серьезный А Вот эти все восемь-десять лет Группа копит материал Работает С каждым годом Надеюсь Увеличивается количество концертов Фестивалей Поклонников и так далее То есть вы в той стадии Когда Зародыш Или как Нет, уже не зародыш Но вы в той стадии Когда и нашествие Это уже серьезно Тут главное Выкидыши мне, Стас Это серьезно Да Вот я к этому и вел Я к этому и вел Главное в какой-то момент Не сломаться В конце концов Да И не переплюнуть Самих себя Другими словами Не переплюнуть Самих себя Ну вот теперь просто Анализ хочу от вас Ну не в том смысле За банкой не тянись Я имею в виду Анализ собственного творчества Год, два Вот сейчас три Увеличилось количество концертов Увеличилось ли количество Не знаю, поклонников Как вы это ощущаете? Ну конечно увеличилось Вот за год Семен Пока мы Не виделись Не виделись А как вчера Да, группа Наверное раза в два Увеличилась В контакте Это круто Это круто Так Концертов В мае было достаточно Вот в апреле, в мае Прям Прям хорошо Прям хорошо, да Так, хорошо Но по сравнению Наверное с первым годом Существования Даже со вторым В третьем году Намного лучше То есть вы чувствуете Что есть действительно На рост Есть движение Какой-то есть прогресс В этом Клево Мне лично это слышно Очень приятно И очень хотелось бы надеяться Что и наше участие Тоже в этом какое-то было Просто мы вас показывая Всякий раз надеемся На то, что Поклонников у вас прибавится Расчет на это Исключительный Давайте петь дальше Что это будет? Песня называется Продюсеры Как ты рискуешь сейчас? Я полагаю Я вообще рискованный парень Как всегда Живой звук В программе Живые Манчестер здесь сегодня Поехали На-на-на-на 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 В тот день, когда мы были молодые Мы очень много пили и курили Каждый день был лучшим из всех И не лень было нам вставать так рано Чтобы брать опять гитары Я устал считать, с кем я мечтал И всегда солнце нам светило в глаза Я хотел тебе просто сказать Что мы лучшие, я лучший из всех И мы поем, мы поем для тех Все бродюсеры и штампы ненужны Просто все мы космонавты улудны И наши девушки нам все прощали Наверное, они не понимали, что уйти Легче, чем найти кого-то рядом с глядом Даже если ты не рада Я устал считать, с кем я летал И всегда солнце нам светило в глазах Мы хотели просто сказать Что мы лучшие, я лучший из всех И мы поем, мы поем для тех Все бродюсеры и штампы ненужны Просто все мы космонавты улудны Дамы и господа, мы рады вас всех здесь слышать И всегда солнце нам светило в глазах Мы хотели просто сказать Что мы лучше, мы лучше из всех И мы поем, мы поем для тех Все продюсеры и штабы не нужны Просто все мы космонавты у луны Все продюсеры и штабы не нужны Просто все мы космонавты у луны Кто мне всегда язык тянет? Да, я вот хотел тебя спросить Но если не нужны, то что Филипп здесь делает? Филипп? Да, ну я так, любопытство ради Можно я повторю? Смотри, эфир-то закончится Ну а если серьезно, имея в виду продюсеров И все, что касается развития музыки в России в целом Вот давайте об этом потолкуем Правда любопытно Очень много, кстати, сказать эпизодов На моей памяти, когда группа обходилась без продюсеров совершенно И выбивалась Были такие эпизоды, когда, вот на моих глазах Когда, ну исключительно, вот Тату, например Чисто продюсерский проект Вот чисто Я сейчас не говорю о жанрах, о видах, о подвидах Но вот просто чисто продюсерский проект И таких продюсерских проектов на попсовой сцене Подавляющее большинство Сидит, на мой взгляд, продюсер В прошлом человек, занимавшийся нормальной музыкой Ну Виктор Дробыш, например Он же играл на клавишах в группе Пушкинг На секундочку, да? Серьезнейшая рок-группа была И на альбоме VIP его клавиши звучат Ну потом понял, в 90-е, что кушать хочется Какой рок, в общем, надо как-то жить И стал сочинять всякие разные коллективы Что такое продюсерский коллектив? Сидит человек дома Делать нечего В гамаке коньячок с ананасом попивает Прекрасно Как сразу как-то захотелось ананаса Да, и думает Надо бы какой-нибудь группешник создать Вот что-то мне думается Что два белобрысых парня Такой вот слегка гламурной внешности Напоминающей не парней Вот были бы хорошо бы Надо бы найти Поискал, нашел, поставил вместе Поют не очень хорошо За них спели на фонограмме Но это не важно Они вышли на сцену Вроде красиво, нормально Бабло пошло Бабло идти перестало Проект закрылся Вот это продюсерский проект Ну да Есть другая совершенно история Когда рождается звено Я эту гражданку Боулу Всю жизнь помнить буду На британском конкурсе Как он там называется Ищут звезд когда Вышла когда American Idol Ну типа того, да Ну крестики вот эти вот Мы ищем таланты Ищем таланты, да Британский конкурс Когда вышла тетка 40-летняя Такая колода-колодой абсолютная На сцену Ну просто вот такая Встрепанная голова Платье прямое Ничего И жюри, которые сидят Они ржут просто над ней Просто троллили ее Пока народ не открыл Ну что вы нам споете Она говорит Я хочу вам арию спеть Да что вы арию будете петь А вы кто? Она говорит Рядом и хозяйка А сколько вам лет? Она говорит 40 А что вы хотите добиться в жизни? Я хочу стать звездой Да что вы говорите? И вот она открыла рот Гражданка Сара Боул И все жюри встал Дальше Universal Дальше контракты Дальше концерты По всему миру Вот это не продюсерский проект Так как на Западе В общем принято Это проект от звезды У нас таких проектов В России я помню А я не помню Проекты от звезды? Да А вот я не помню Назовите мне хоть один проект Хоть один музыкальный Коллектив В котором вот случилось Да Вот появился кто-то Кто просто супер И вдруг такой добрый продюсер Прибежал Я в тебя бабки вложу сейчас Мы сделаем из тебя звезду Вложил И понеслось Что-то я не помню Обычно эти люди В андеграунде находятся В них никто бабок не вкладывает Они сами по себе Я просто не совсем могу вспомнить Как развивалась история У Митро У Зимфиры На чем-то же это все основывалось Или нет? На чем-то основывалось Конечно На некоторых вложениях Это основывалось В некотором смысле Но кто продюсер Зимфира Назови Я знаю кто занимался Леонид Бурлаков Так А теперь кто? А теперь я не знаю Она сама Вот умница А обычно продюсерский проект Он вздыхает Как только продюсер Представит этим заниматься Но есть нюансы Понимаешь? Ну однако Значит не продюсерский Значит все-таки от звезды Конечно Да Есть такая история Ну мы сейчас говорим О современности Да Зимфире сколько лет уже Я имею ввиду проект А мы сейчас От современности говорим Конечно Сегодня На сегодняшний день Все поменялось же Я пока такого никого Не могу даже Единицы Вот ты сейчас вспомнил Да Троля вспомнил Ты вспомнил там Зимфиру Ну единицы есть Это из того что Очень ярко было Да На тот момент А больше ты Больше-то пожалуй нету Поэтому вот Когда ты говоришь Что продюсеров не надо Так может ты и прав Они только портятся Что такое продюсер в России Музыкальный продюсер Я понимаю Человек который Помогает коллективу Писать музыку И сочинять Там делать какие-то Ну то есть он правит Саунд продюсер Да музыкальный Я же говорю музыкальный Он как-то корректирует Продюсер который Вот тот самый Он скорее бабки вкладывает Ну и диктует Некоторые условия В группе А кто где Когда Вот покажите мне Что-то я не помню В общем не надо вам Вы по-моему и так Вон Филипп помогает Слава богу Он пиаром занимается Вашим Да Вот это вот и все Я думаю что Он на роль продюсера Даже не пытается И правильно делает Зачем Зачем эта мука нужна Потом отвечает за этих Не пойми кого Да Действительно Правильно Живи спокойно Давайте дальше петь Давайте дальше петь Следующая песня Называется Презерватив Превосходно Как ты обрадовался После того как я сказал Давайте петь Погнали Скажи мне Скажи мне Скажи мне Какой сегодня день И выключи скорее эту Поехали на дачу Мы вчера Напомни кому приставал я До утра мне сейчас поможет только Алкоголь О посмотри У меня мозоль Ну а чего Все было отлично Я бы даже Сказал неприлично На все того что нас было немного Один из тысяч Тысяча из миллиона Пили конкретно Гудели как надо Одна лишь хозяйка Квартира не рада Но Почему же разбили посуду Но меня стошнил На ее дочку Люду А ведь ее муж Известный маэстро Вот такая жизнь Наши варок оркестра Я Как и прежде Без одежды Лечу к тебе Налегке Моя радость Моя сладость Презерватив Кулаке Туги тоже подали немного Кто-то заснул там У порога Кто-то в ванной Заснул не взначай А мелкий Пошел в соседки пить чай Я же один Как самый нетрезвый Начал стихи писать Это полезно Я вложил в них Все свои чувства Вот произведение искусства Я Как и прежде Без одежды Лечу к тебе Налегке Моя радость Моя сладость Презерватив Кулаке Я Как и прежде Без одежды Лечу к тебе Налегке Моя радость Моя сладость Моя сладость В моей руке Презерватив Кулаке Презерватив в кулаке Презерватив в кулаке Презерватив в кулаке табуретки, по-моему, уже квадратным стал его пятая табуретка. — Скоро все произойдет. — Что же вы так мучаете человека? Мог бы прийти и позже, правильно? Вот что сидит-то столько времени? Как же вы так вот нехорошо на самом деле распоряжаетесь? — Он на репетицию — это время. — Временем человека. Давайте двигаемся дальше. Очень действительно интересно. Сейчас такая дискуссия. Мне Юля напомнила, что товарищ Термейтс, ну, группа такая Термейтс, вот вроде как он выстрелил на голосе и, пардон, стал на расхват везде. Юля забыла одну очень важную вещь. Он всегда был продюсерским проектом. Он никогда не был самостоятельным. И на голосе он оказался как проект продюсерский. Поэтому не путайте, пожалуйста, в смысле вот эту фигуральную пятую часть пальцем — это все-таки разные вещи. Вот я не знаю ни одного нашего российского телевизионного музыкального шоу, где, как в Британии, некая Сара Боул вышла на сцену, спела, офигели все, и дальше она стала звездой. Вот кого-нибудь, фабрику вспомнить можно. Ну и где они? Ну, что-то попивают где-то, что-то где-то делают. — Попивают. Ну вот так, чтобы они действительно стрельнул этот человек. Я не помню такого. Ну, правда, не помню. Ну, с меня память короткая. Я не знаю. Поэтому я к шоу бизнесу отношусь весьма и весьма ну, мягко скажем, терпимо. — К нему многие так относятся. — Я его терплю. Как могу, так и терплю. — Причем к нему многие относятся вот именно как вот этот звук. — Да. Очень хочется, чтобы, наконец, уже на музыкальном поляне как-то что-то поменялось в лучшую сторону. Музыка живая. Вот смотришь, опять же, смотришь любой американский фильм. Молодежное кино, да? И там фоном в саундтреке играют рок-н-ролльные дела. — Да. — Музыка обычно рок-н-ролльные, молодежные панки какие-нибудь шпарят. Или молодежные музыкальные группы. Так клево. Смотришь наш фильм про молодых, и что чаще всего ты там слышишь? Страшно. Я не могу это слово произнести. Очень редко бывает, что-то путное попадается. Ну, правда, попса попсой. Надоело уже, когда страна в попсе живет, как вот в том самом, в киселе. Понимаешь? Очень не хочется, чтобы это продолжалось дальше. — Ну, понимаешь, среди попсы есть тоже очень хорошая композиция. — Нет, секундочку. Попса — это отстой. Среди поп-музыки есть хорошие композиции. — А, ну ты... — Я делю так. То есть для меня попса — это совершенно вот совершенно такая вот отстойная история. Так дальше уже некуда. Ниже не падает. — Ну, типа поющие трусы. Вот ты про это? — Абсолютно. Вот абсолютно. Это то, на что ходит народ. Смотри. Потом они ходят по сцене. Ты, главное, ходит. Он сюда ходит, да. — Как, знаешь, этот один... — Составов группы «Виагра» я не помню, сколько их было. — Ну, и... — Я помню, когда их было двое. — Стрелки, Белки, сколько их? — Сам первый. — И сначала было двое, да. — И всегда они теперь самостоятельное творчество. Они уходят в самостоятельное плавание и пишут «Экс Виагра». — Это, как, знаешь, этот... Есть рэпер такой, Асайи. Ну, известный достаточно, но сейчас как-то не исполняет. И когда ему спросили, что если вам сделать совместное выступление, например, там с этой, как... — С кем? Ну, ты сейчас показываешь грудь такого размера? Ты себе не показывай. — Анна... — Семенович. — А, Семенович, да. Санна Семеновича. — Тогда ты мало показал. — Он такой, он такой стоит, такой... Ну, и что? Придет к нам куча даунов, и что нам с ними делать? — Хороший подход. Очень правильный подход. Так, значит, смотрим, смотрим, смотрим. Ждала невесту полоза, и вот она. Ты ласкай меня, нашу долу, постель, уложи меня. Даша Шаблинская пишет. А о чем она сейчас пишет? — Стихи? — Призывы. — А? — Что это? Стихи? Или что? Я не понял. — Не-не-не, я не очень понял. Даша, вы как-то, по-моему, отбились от стаи немножко. Где-то вы не там сейчас. Не те тексты пошли, не та информация. Ну, так бывает, на самом деле. Давайте дальше попоем. Время-то уходит. Очень хотелось бы еще музла. — Следующая песня, которую многие знают, она называется «Ежики». — Ежики. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня «Ежики». Я на самом деле «Манчестер» с песней «Ежики». Поехали. Ежикам тоже нужны витамины. Они обожают компот из малины. Но газировку не пьют никогда. Слишком колючие, слишком колючие. Я хочу, чтобы каждый поверил, что ежики — самые лучшие звери. Ну, а иголки растут у ежа, чтобы никто его, чтобы никто его не обижал. Эндрю, твоя тема. Заводи шарманочку! Заводи шарманочку! Но газировку не пьют никогда! Слишком колючая, слишком колючая Эта вода еще раз лучше, парни! Ну а иголки растут у ежа Чтобы никто его Чтобы никто его Не обижал Как ты мне сейчас напомнил Юность мою Я тоже когда эту песню пою Мне тоже это напоминает юность мою Я о другом У нас подруга есть У нее дочка Вот она дочка Когда я совсем маленькая была Года три-четыре Она любила газировку И когда я ее пила эту газировку Все время произносила Колюся я Колюся Ну колючая Ну я понял Да и вот ты сейчас Про иголки про колючие Я тут же вспомнил сову Привет сова Ну такое вот у нее Фамилье Приятно стало Ностальгиировать начал Понимаешь как Такая скупая мужская слеза потекла А что касается Ну вот таких вещей Тонких Я сейчас имею ввиду Уже не музыку А чисто жизнь С одной стороны я понимаю Что музыка ваша Она разнообразная очень Вот эта песня скажем Она по концепции В альбом не проходит Я так понимаю Ее там и не будет Ее там и не будет Да она уже давно растиражирована Как я понимаю Очень многие знают ее Хотя бы из интернета Ну да Ну что касается Скажем отношения вообще В принципе да К жизни Легкость какая-то В вашей музыке Она все равно Я сейчас говорю не о том Что нет песен Есть Но некая легкость И отношение к жизни К окружающему пространству И вообще к людям Она присутствует Это общая Так сказать Внутренняя Коллективная такая Концепция Или это кто-то из вас Уже прививает Ну Сейчас смотрит бурками Я не знаю Глаза прячу Мне кажется что под его взглядом Любой привьется Чем угодно Главное чтобы он хотел Чтобы это случилось Насильно что ли Прививается эта легкость Есть некоторые композиции Которые Мы играем исключительно На концертах Вот Создавая тем самым легкость Создавая тем самым легкость Вот А что касается Непосредственно Саунда И звучания наверное Манчестера То все таки это Даже тебе сложно произносить Да А я научился Манчестер Манчестер То все таки это более серьезная композиция Да Ёжики Очень серьезные Ну ёжики Ты понимаешь ёжики это композицию Ее нельзя не играть Семен Легкость присутствует У всех Все молоды Только поэтому То есть с каждым годом Музыка будет все тяжелее 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 Давайте не будем огрустны Кстати здесь Очень хорошо подметили Что очень напоминает Лягушек и лампасов Есть такая песня Ну я знаю Лягушки да Препарирую лягушек Но ее спеть нельзя в эфире Ну если только Мы из одного города с этой группой Да да я начни из одного города Да да я понимаю К тому что эта песня Как раз напомнила вдруг человеку Песню про лягушку и группы лампас Так Что там О ёжке вообще огонь Я точно ее до дыр заслушаю Даже шаблинская пишет Пожалуйста Видишь Кого-то цепляет Такой вот Для тебя Безбашен Ёжики классная песня Детская Илья Тиняков написал Детская Ну он считает что детская Многие кстати ее открывают для себя в пионер лагерях Ну да есть То есть ты знаком с теми кто живет в пионер лагерях Кто бывает там летом Да Ну или бывает нам летом Приходится знакомиться Нет нам сообщество Видео присылает Видео присылает Кто под них там ставит сценки всякие Номера разные Номера разные Ну тогда у вас есть Слушайте у вас есть тогда перспектива написать еще песню про мышек Я сейчас без уронии говорю Про белочку Слушай про белочку Про белочку Тут двоякость получит двусмыслица Если взрослые поймут и дети посмеются Белочка пушистая Ой как можно разыграть Про бобров тоже С ёжиком А если белку с ежом скрестить что будет интересно Смотри как скрещивать Ну аккуратнее Кто из них он кто она А у ёжиков кстати бывает сложно Даже биологи и зоологи говорят Не знают как определить где мальчик где девочка Да ладно Серьезно Серьезно Я с одним залогом разговаривал Как ты определяешь где пацан где девчонка Там же не поймешь А я говорю то смотри ставлю Если побежал мальчик Если побежала то девочка 4647 это короткий номер Думай пока 4647 Что вы поэтому думаете Слать вам Короткий номер Для ваших смс Сначала свои Потом пробелечка А дальше уже Все же хотели бы адресовать коллективу Слушайте а времени все меньше Ты что хотел сказать Вот мы сейчас будем исполнять песню Наконец-то Да Наконец-то дуэт Который войдет в наш дебютный альбом Наконец-то Дмитрий Зной Представься Он уже представлялся Дмитрий Зная группа Сан-Франциско Привет ребята Дождался ты Добрый день Как тебе сейчас хорошо чувствовать себя наконец-то Уже вставшего Да наконец-то Теперь можно уже что-то произвести в эфир Еще раз напомню Что на этой пластинке два дуэта будет Да Один с Димой Другой еще Ну они Войдут Да оба Я так понимаю Да оба будут Оба дуэты на пластинке Вот с Димой и с Юлей Зиминой Ну нормально Зной и Зимина Очень хорошо отложиться между прочим Концептуально получается Да очень И разные полюса в альбоме Дядя Дима Дядя Дима Дядя Дима Зной Да Ну что вам Как называется песня Песня называется 1 апреля А ну да Мы же говорили об этом тоже Как всегда живой звук в программе живые Здесь сегодня Манчестер Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кто-то найдет меня здесь. 1 апреля и я засыпаю, предстаю к подруге. И в любви мы словно в центре пуге. Нормально, нормально. Да, да. А мы навсегда теперь будем с тобой вместе. Только ты и я. Это самое лучшее место в песне. А по-другому нельзя. А если б жили мы на Ямайке. И пили кокосовый сок. Мы ходили б только в коротеньких майках. И я вернуться к тебе бы не смог. Незаметно пролетает время. В день рождения 1 апреля и я засыпаю, предстаю к подруге. И в любви мы словно в центре пуге. Если хочешь, я могу остаться команд. Обещай, только не набиваться совсем. Я узнаю телефонный номер твой. Ты приду. Оу, е. Оу, е. Дмитрий Зной. Да, ну да, ну да. Дмитрий Зной. Группа Сан-Франциско. Отсидел свое. Привет всем еще в четвертый раз. Город Энгельс. Целую, обнимаю. Скоро буду. Ты весь... Весь город умнил, поцелал. Кстати, здесь смотри. Ты сейчас уходить собрался? Подожди. Значит, Виктор Икоников пишет. Ну вот, хорошая песня. Зной нужно к вам в группу навечно. Дим, 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 давай. Мы же не против. Да, мы же не против. Я думаю, мой друг Николай чуть обидится. Вот, это, собственно, второй человек в группе Сан-Франциско. Нас двое. А ты тащи его с собой в Майнчестер. Ну, я думаю, что мы еще сделаем. Все шоблы, да, будем выступать? Ура! Не важно. Два барабанщика. Большой коллектив. Да, можно и в два барабана. Кстати, есть такие группы, которые позволяют себе такую роскошь. Между прочим, очень красиво звучит. Два барабана. Ух, две барабанные установки. Еще мощные такие. Ну, клево, но народ, смотри, как радует. Кстати, вот тут еще история. Помнится, ежики к группе Градусы причисляли. Как дела обстоят сейчас, спрашивает Максим Зверев. Ну, так и причисляют, наверное, к ним. Ну, я же официально говорил, что эту песню написал я, и к группе Градусы она не имеет никакого отношения. Ну, да, да. Она имеет отношение к моей бывшей группе 40 градусов, и поэтому были такие вот непонятки. Ну, а сейчас-то уже вот этих непоняток нет. Речь об этом. Просто перестали следить, Семен, на самом деле. Кто? За группой Градусы. А, я? Нет, мы. А, вы? А, то есть вы, в принципе, теперь уже не понимаете, что. Понятно, ну, человек вот переживал, все-то как-то думал, как же так-то. Ну, сейчас полегче. Легче? Легче. Хорошо. Значит, каждым годом будет все легче. И легче. И легче. Владимир Бершак пишет, хорошо играют ребята. Оценка такая. Час 47 прошло до эфира. Хорошо, ребята, хорошо играют. Хорошо играют. Значит, а я знаю девушку, у которой день рождения 1 апреля, пишет Даша Шаблинская. Я думаю, таких много, не только девушек. Ну, да. И молодых людей, у которых 1 числа гораздо хуже, если у тебя 29 февраля. А 1 апреля, ладно, это ерунда на самом деле. Ну, что, братцы, у нас с вами совсем чуточку времени остается, и эту чуточку надо посвятить, понятное дело, песням. Сколько у вас осталось по программе по вашей? Ну, да, я так и думал. А может быть, вне программы что-нибудь у вас есть, нет? Ну, такое, что-нибудь рубануть. А, песню? Да, например. Я на всякий случай спрашиваю, есть желание что-нибудь не в программу? Или вы не любите джимить так? Желания полно, надо понять просто, что сыграть. Нет, в смысле, ты имеешь еще одну композицию? Да, еще одну композицию, к примеру. Квартир на путь спросил? Да, да, вот видите как, пиар лучше понимает, что петь нужно. Да, да, да. Да. Не, не пиар, а пиар менеджер. Извини. Excuse me. Excuse me. Не хотел. Ну да, можем сыграть. Давайте, наверное, и сыграем тогда. А потом уже где-то так к финалу пойдем, уже где-то нам нужно будет какое-то место уходить с вами. Чего? Сейчас надо будет играть. Давай, давай, сейчас, давай. Глянь, он такое ощущение, что он недоволен тем, что ему представляется возможность спеть еще одну песню. Нет, нет, я доволен, я просто небольшой непонятки, Семен. Да где же ты? Струна рвется, рвется струна. Как называется песня, которая? Называется «В квартире напротив». Как всегда, живой звук программы «Живые» здесь сегодня Манчестер. Поехали. В квартире напротив на восьмом этаже живет мой товарищ умалишенный, который держит у себя собаку и кошку, чтобы не ломились. К нему друзья и лесбиянка жена. Он ходит на работу только по выходным. Слушай, я при этом при дисперсике два со сплином, а вечером, одевая шептяные носки, садится пить кофе у своего камина. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Холодный чай, а летом ходит в тёплом пальто Говорит с людьми вежливо, но матом И проигрывает все деньги в русское лото Без имени и без лишних эмоций Помогает старым людям забираться в такси днём А вечером репортаж из места убийства Где, как ни странно, побывал, побывал он На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-и Квартиры напротив На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-и Кто-то за, а кто-то против На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-и Квартиры напротив На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-а-ай Под дерево против На-на-на-на-на.... На-на-на-на... В квартире напротив На-на-на-на... Кто-то за, кто-то против На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-и В квартире напротив На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-и Все за, значит, я не против А, то есть ты подчиняешься большинству Ну, если все за, то... Ну, я... Ну что, ребятки, у нас осталось, правда, времечко вот совсем чуточку Совсем немножко Народ тут спрашивает, кто-то спрашивает, почему такое название Не хочу, вопрос про название задавать уже, честно говоря, поднадоел Потому что всякий раз группа, когда отвечает, отвечает 753-й вариант того, как пришло это название Чаще всего название приходит с потолка, кукнул пальцем, все, назвались Как-то, почему, неважно, концептуально хорошо, красиво Мэн, мы же мужчины, мэн Мэн, честер, да Ну, не курящие почти все Что не? Не курящие практически А, да В том смысле, что честер, если иметь в виду филд и так далее Вот этих аллюзий не нужно, да? Это совсем другая история Надеюсь на то еще... Давай, надо как-то о концерте напомнить Он же будет все-таки в июле-то Ты же говорил В июне В июне, в июне, давай напомни Да, 27 июня А вот с местом мы так, к сожалению, не знаем Потому что это администрация проводит День молодежи Посвященный концерте Где-то в Московской области Где-то в Московской области Окей, ну так и так у вас... Подробности в сообществе мы обязательно опубликуем Вот все Там, где повеселее Обнаружит Еще вы играете на нашествие, я так понимаю В какой день, пока еще, тоже не знаете Ну, все в сообществах Это вся информация же в сообществах Окей То есть люди как-то должны уже, наконец, войти в ваше сообщество Стать участниками группы 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 ВКонтакте Группы Манчестер Да, и тогда вы всю информацию о передвижениях коллектива и концертах ближайших Само собой будете получать в первую голову Потому что это информация, которую они так и так будут публиковать Какая у вас мечта? Мария Маракулина спрашивает О, хороший вопрос Какая мечта? Давай сейчас порассуждаем Вот о чем вы мечтаете? Я за себя быстро отвечу, потому что она достаточно банальна Я хочу слетать в космос Ты подожди ты Я же говорю Каждую субботу бываешь там Тогда это мечта скорее о бабках Ну, просто потому что это стоит денег колоссальный Как турист слетать в космос? Да Ну, сколько это стоит? Как музыкант Ты в том смысле что? Плохих музыкантов отправляют в космос? Плохих музыкантов отправляют в ад Да, да, да Те, кто играет тяжелый металл Тогда тебе не суждено оказаться в космосе Значит, огромное спасибо за эфир Вы прекрасны Вот Ирина, пожалуйста, Титова То есть люди уже сейчас Те, которые, может быть, не знали вас раньше Как-то потихонечку подтягиваются Становятся вашими Супер Супер Поклонниками За что спасибо вам? Нет, вам За песню спасибо Нам-то чего? Мы делаем все возможное, чтобы вас узнали Но вы-то играете Вы поете Не мы же Это делаем Нет, нет, Семен Я настаиваю Нет, нет, я настаиваю Мы сейчас поспорим Еще поссоримся на всякий случай Братцы, ну, давайте так Вы держите нас в курсе всего того, что делаете Ну, правда, интересно Какие песни, какие альбомы Какие там у вас планы ближайшие Будет просто интересно знать об этом тоже Нам хотелось бы это знать Спасибо за то, что вы пришли Спасибо за то, что вы у нас побывали уже второй раз В программе «Живые» в данном случае, я имею в виду На своем-то впервые Спасибо вам, что притащили с собой этого колоритного молодого человека Семен, с тобой всегда как первый раз Да Это слова должна была женщина сказать, на самом деле Да, но, тем не менее, все равно приятно Напомню, что эти два часа Практически два часа, которые вот-вот закончатся С вами, уважаемые слушатели И с нами здесь в студии провела группа «Мэнчестер» Как анонс, что ли, такой хочу сделать на завтра Завтра здесь будет совершенно другая музыка Я имею в виду другой саунд и другое звучание Группа «Третий рим» Ну, понимаете, что судя по названию Это достаточно тяжело В хорошем смысле тяжело Увесисто Так, «Олдова» в некотором смысле С современным отзвуком Ну, «Олдова» я имею в виду по-настоящему Рок-н-ролльно Так скажем Спасибо за то, что были с нами До завтра А вы чем будете заканчивать сегодня Вашу программу музыкальную? Песня называется «Дорога» А, то есть ты сразу себе вот так вот запланировал, что после программы в космос Сразу Дорога Пусть это останется тайной Вот видишь как, первый раз ты не нашел, что сказать Это правильно Надо кончить сегодняшний эфир Спасибо большое Всем пока, всем до завтра Мэнчестер закрывает свою музыкальную программу в программе «Живые» Погнали Куда ведет моя дорога? Зачем я иду слишком много путей и троп Может быть я останусь с тобой вдвоем А может просто открою дверь и тихо убегу Убегу, улечу, уползу и уйду Останется имя, хотя бы имя, что высечет ангел Хранитель мой в священном краю Куда ведет моя дорога? Зачем я лечу? Слишком мало мне неба Куда ведет моя дорога? Зачем я шепчу? Если рядом никого нет, может быть я останусь с тобой вдвоем А может просто открою дверь и тихо убегу Убегу, улечу, уползу и уйду Останется имя, хотя бы имя, что высечет ангел Хранитель мой в священном краю Куда ведет моя дорога? Сколько осталось мне, сколько осталось мне Чтобы дойти прямо до Бога И поболтать с Ним наедине Может быть я останусь с тобой вдвоем А может просто открою дверь и тихо убегу Убегу, улечу, уползу и уйду Останется имя, хотя бы имя, что высечет ангел Хранитель мой в священном краю Убегу, улечу, уползу и уйду Останется имя, хотя бы имя, что высечет ангел Хранитель мой в священном краю Останется имя, хотя бы имя, что высечет ангел